С праздником Святой Троицы! Сегодня второй день праздника, день особо посвященный Святому Духу. Царю Небесный, утешителю Души Истины, и жиль здесь и вся исполняй, сокровища благих и жизнеподателей, приди и вселисивны, и очистины от всяких скверных, и спаси блажь и души наши. Праздник Троицы, «Сошествие Святого Духа на апостолов» – это день рождения нашей Церкви, день, когда апостолы, находившиеся в Сионской горнице, по слову Спасителя, ожидали этого явления, и, видимым, интересным образом, языками пламени сошел Святой Дух на каждого из них и на Матерь Божья. И в этот день число христиан увеличилось на 3000 человек. С этого момента Церковь наша, христианская, начала распространяться вначале в Иерусалиме, потом в пределах Израильских и в дальнейшем по всему миру, по всей Вселенной. «Созижда церковь мою, – сказал Господь, – и врата адова не одолеют ей». Особенно важно было сегодняшнее богослужение для тех людей, которые на него пришли, которых привели из камер. Они давно ждали этого случая. Некоторые уже были у нас здесь раньше. Другие были в первый раз. Многие причащались впервые. И это особенный, особый праздник для каждого из нас. Также в сегодняшний день мы прославляем святого исповедника Иоанна Русского, который попал в плен к туркам и так прославился своим благочестием, что даже сами уже мусульмане, турки, хозяева его, относились к нему с уважением. И память святого Иоанна Русского, особенно почитается в Греции, наши паломники, которые ездят туда, также припадают к его святым мощам. И в нашем храме икона его подарена была нам отцом Андреем, настоятельным храмом святого исповедника Иоанна Русского в Москве. И также хочу обратить внимание на икону, которую называем «Изъятие церковных ценностей». Священномученики Василий, Христофор, Александр и Макарий, и мученик Сергий. Эти святые пострадали в 1922 году, как раз в этот период праздника Троицы, когда большевистское правительство устроило гонение на церковь в связи с изъятием церковных ценностей. И пострадало в это время множество людей. Были жертвы, и были эти святые, которые были приговорены к смертной казни. Находились они как раз здесь у нас, в шестом коридоре, в одиночных камерах, и они были расстреляны после этого приговора. На иконе изображена литургия в день Святой Троицы, когда эти мученики вышли из лотаря на Великий Вход при пении херувимской песни. Они держат в руках чашу, дискос, копье с лжицы и тарель. И также Мирянин, мученик Сергий, держит кадила. Все эти предметы по сегодняшний день находятся в музеях. То есть, как их изъяли в то время, так они и не возвращены до сих пор в церковь. Мы молимся этим святым, чтобы он и наш храм управил, и все наши московские храмы, чтобы мы исполняли свое служение Богу и людям. Святые Новомученики Батырские и Российские, молите Бога о нас. Субтитры создавал DimaTorzok